Здравствуйте! После первого дня саммита НАТО в Вильнюсе есть важные для нас белорусов моменты. Думаю, что нам с вами, хотя в первую очередь, агрохунте и бравирующему скотоводу следует обратить внимание на новые оборонные планы НАТО. Оборонные планы — это план действий на случай, если кто-либо, то есть Россия, с помощью или с территорией подконтрольной режима Лукашенко решит полязгать гусеницами на чужой территории. Пятая статья, та самая знаменитая, которая говорит о том, что все члены НАТО защищают друг друга, отныне действительно должна работать. Раньше, например, для Балтийского региона, в частности для Литвы, в оборонных планах были прописаны вялые формулировки, которым возмущалась еще и предыдущая президент Литвы Даля Грибаускайте. Потому что в случае нападения, например, на Литву незамедлительный ответ НАТО по факту был очень даже замедлительным и предполагал чуть ли не трое суток на подумать, что делать и как союзно на все это ответить и отстреливаться. Теперь же согласовано не просто усиление армий стран Балтийского региона, но и четко определено, кто где и когда в случае необходимости будет воевать с россиянами на Балтийской границе. И что самое важное, говорится о том, что в борьбу нужно вступать сразу, не позволяя врагу занять ни единого метра земли или, как сказал Байден, ни единого дюйма. Дюйм и даже метр — это очень мало, знаете ли. И исходя из этой логики, врага нужно будет уничтожать на его собственной территории, либо на территории, сопредельной с территорией страны НАТО, на которую напали. Нужно ли напомнить, как выглядит карта? Именно истории вот эти все о Сувалском коридоре или еще каких-либо исконно нерусских землях обернутся для армии Лукашенко, как для армии союзника Путина, разгромом на территории Беларуси. Но Беларусь не Россия! При чем здесь мы? Думаю, такой вопрос у адекватных людей не возникает. Мы, то есть я и вот конкретно вы, например, вроде бы как по отдельности ни при чем. Но режим, захвативший территорию страны и своих граждан, даже тех, которые сильно против режима и войны, очень при чем. И как в случае с раздвинутыми пограничными столбами при нападении на Украину, больше такого не будет. Отвечать будут сразу и по территории врага. Президент Литвы на встрече с Байденом акцентировал внимание на угрозе безопасности со стороны Беларуси и на том, что страна стала губернией России, фактически потеряв независимость. Я вкратце рассказал о ситуации в Беларуси. Его ответ был очень кратким. Я разделяю ваше мнение. Беларусь потеряла свой суверенитет. Она является близким соратником России в войне против Украины. Она также является дополнительным источником угрозы для стран НАТО, которые с ней граничат. Из важного, что нас касается, может быть чуть меньше. Макрон пообещал ракеты среднего радиуса действия, а через три часа появилась информация, что первые ракеты уже поступили в Украину. Какой-то немецкий генерал в ответ на вопрос об использовании снарядов для немецкого вооружения в Украине четко ответил. В Украине нет немецкого вооружения. Это украинское вооружение. Намекнул, что ВСУ могут стрелять как хотят и куда хотят. Швеция договорилась с Турцией и Эрдоган не будет препятствовать ее вступлению в НАТО. Это если вкратце. Вот так вот выглядел первый день саммита. Второй не менее интригующий и полон ожиданий. Но, как говорится, не стоит сильно очаровываться, чтобы потом лишний раз не разочаровываться. Думаю, что воюющую страну в НАТО не примут. Но какое-нибудь решение в стиле, например, мы не против, если Польша в одностороннем порядке заключит какой-нибудь военный договор с Украиной. Вполне можно ожидать. Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вильнюсе будет принято решение об отмене для украинной процедуры план действий по членству в НАТО для принятия ее в альянс. Зеленский в Вильнюсе, значит, есть повод здесь быть. Ждем следующего дня что-то... Как там этот человек говорил? Будет очень интересно.